Татьяна Шандрина вяжет уже более полувека. В 4 года она взяла крючок по настоянию прабабушки и до сих пор не выпускает его из рук, радуя себя и своих близких вязанными изделиями. В декабре 2018-го она решила поделиться своими знаниями и при поддержке директора городской библиотеки организовала клуб «Совушкиной посиделки», он же «Волшебная нить». Люди потянулись и открекнулись. До Нового года очень много таких практических вещей у нас получилось. Я ориентирую их на то, чтобы умеют они, не умеют, но они на практике, чтобы они к результату какому-то приходили. К варежкам, к носкам, к шапкам. То есть самые простенькие, но чтобы они связали. «Совушкиной посиделки» или «Волшебная нить» – это клуб по интересам с уютной, почти сказочной атмосферой. За одним столом участники закручивают волшебную нить, занимаются старинным рукоделием, вязанием. Как в старые добрые времена они вяжут и общаются между собой. Делятся друг с другом воспоминаниями и случившимися за последнее время событиями в их жизни. Вы знаете, нам очень нравится с девочками здесь общаться. Мы все познакомились, живем дружно, общаемся. Не только у нас здесь разговоры и о вязании, и вообще о политике, и о кулинарии, и о музыке. Клуб рассчитан на участников любого возраста. Как говорит Татьяна Шундрина, к нам прийти может любой, от 4 до 94 лет с любым навыком владения вязанием. Кстати, вовсе не обязательно иметь при себе личный набор спиц и нитей. Татьяна делится своими личными запасами. Это такой творческий процесс, это, наверное, какой-то божественный промысел. То есть, когда работают руки, душа работает, если ты душу в работу вкладываешь, и она потом имеет место украшать мир. То есть, каждый приходит со стремлением украсить мир и в то же время какую-то пользу принести. Существует большое количество разнообразных вязальных техник. Не каждый может их освоить по книгам, журналам и интернету. А в клубе нет ничего невозможного. Тебе все покажут, расскажут и помогут осуществить любую задумку. Завязала вот такое изделие несколько лет назад. А сейчас вот образовались курсы по вязанию, решила завершить. И пришла, вот обращаясь к своим девушкам по хобби, чтобы они мне посоветовали, что из этого можно сделать. А из этого можно сделать все, что угодно. И кофточку, и маечку, и джемперочек. Хожу сюда общаться с женщинами. Приятно. Лучше, чем сидеть дома. Можно многому чему-то научиться. Здесь женщины рукастые. Каждая мастерица может похвастаться первыми успехами. И совсем не важно, что работа не идеальна. Главное, что она сделана с душою. А качество мастерства и идеальность петель придет со временем. А времени еще много.